здравствуйте дорогие друзья я очень рекомендую вам посмотреть данное видео которое сейчас начнется фильм два слова скажу до него это фильм о уникальном человеке вернее фильм о том как я был в гостях но по сути рассказ о нем это агеев борис николаевич это выдающийся ученый просто его никто не знает по банальной причине потому что 60 и 70 и годы это были уже не 30 и 50 и тогда те кто работал на благо родина на высокую идею но скажем подлыми тщеславными низкими людьми такие люди но скажем так уничтожались ну в кавычках то есть не давали работать им мешали потому что это уже была безнаказанность за это не наказывали как раньше пристали не завредительства что было совершенно справедливо и вот это процветало бурным цветом что и привело в конечном счете к развалу нашей страны к уничтожению потому что мерзавцы стали идти наверх и стали гнобить и не давать делу развитию так сказать страны во всех направлениях это направление в котором работал и работает агеев это садоводство причем профессионально это не просто профессия это уровень мичурина это выдающийся селекционер это изобретатель который кстати вот я вам для примера чтобы понимали уровень скажу да и почему стоит это посмотреть вот вы представьте вот например перед ленинградской областью было свое время советская поставлена задача добиться урожайности 35 центнеров с гектара яблок он добивался и сейчас добивается 400 ну 350 400 центнеров с гектара вы понимаете что и такое это в 10 раз больше и даже там рекорды были до 500 при этом яблони растут высотой всего два метра их формируют специально очень просто то есть собирать человек может ростом вот обычно с земли не залезая на специальные стремянки тем самым экономия в разы трудозатраты значит он изобрел прибор фактически это похоже на шариковую ручку вы увидите в этом фильме уникальный прибор который которым можно прививки делать то есть значит соответственно во много раз быстрее в тимиряевской академии проводили эксперимента и кстати спрашиваю людей как вы думаете вот один человек за ну смену ну допустим 8 часов с напарником напарник завязывает а специалист прививает сколько можно за сутки сделают за рабочий день ну мне говорят кто никогда жизнь руками не работал так или работает вот так как медитирует а там ну 100 там я бы сделал 500 600 но это я бы ладно допустим 100 до 200 хорошо на самом деле с этим прибором уже можно сделать более полутора тысяч саженцев в день при понять как снижается себестоимость какие перспективы открываются в народа хозяйственном значении в масштабах государства то есть какие можно получать доходы и сколько прокормить людей но это все было отвергнуто и до сих пор ну посмотрите фильм это даже говорить не буду о всех нюансах ну чтобы было интереснее да значит хозяйство находится псковской области фактически недалеко от меня от пушкинский гор но относительно там 80 километров ну по тем масштабам нашей страны все-таки немного рядом кстати знаете интересно когда мы уже отсняли материалы пошли к бейцы в дом попить чайку то нас на крыльце встречает хозяйка супруга агеева и она юрий андреевич вы меня знали так я смотрю ваши лекции кстати как бывает жизни вот действительно порой но приятно конечно что там говорите уже тут конечно разговор такой пошел знаете ну значит жаль мы его не снимали но ладно тем не менее видите как мысль глубоко о естественном питании образе жизни идет и вообще люди которые ну занимаются садоводством знаете вот буквально порой чуть-чуть зернышко заранить достаточно всего лишь мысли задуматься как мы питаемся то ли естественно ли это пища или вот плоды это и есть та самая пища идеальная для человека и вот садовод если дать это вот зернышко заранить да вот эти вот понимания общие логические цепочки вот эти вот как бы вот человек впервые задумывается и эти люди понимают прям моментально все ну такие люди кто занимается вот непосредственно живой природой особенно садоводством особенно плодоводством по сути да но прекрасно в общем дорогие друзья фильм великолепный увидите вы действительно гениального человека нашей современности но одного из до столпов таких но на которых действительно ну таких стоит уважать и как говорится ставить в пример то есть человек за свою жизнь многое добился а добился бы еще больше если бы дали бы это сделать и тогда бы все от этого выиграли но конечно проиграли бы подлецы и негодяи к сожалению вот так происходит происходило и давайте будем с этим активно бороться каждый из нас на своем месте чтобы победила правда справедливость и те люди которые свою жизнь посвятили не только не себе а служению обществу нации народу высоким идеалом вот таких людей надо беречь и ценить уважать значит ну и в завершение что я хочу сказать поставьте потом свои отзывы обязательно значит если кто-то из вас а знаю наперед скажу что если вы захотите эти уникальные его саженцы а кстати в первый год жизни своей они уже дают плоды на второй год много на третий там к сожалению эти кадры не вошли это уже по два ведра яблок на третий год жизни так вот если захотите эти уникальные сорта и там не только в этом дело как они привиты какие подвои по несколько корней разных ну обратите внимание на все эти биологические особенности гениальные простые гениальные придумки его значит так вот вы и груши там и и прочее вы пишите мне на почту арована собака bk.ru значит полагаю что значит мы сможем уже может быть в этом году даже если что-то останется у него вам предложить потому что он человек очень занятой и потом все-таки такой знаете уединенный образ жизни живет вот женой и очень глухом уединенном месте ну и так сказать не особо конечно беспокоить его как бы корректно да а мы так поговорили и он в принципе не против то есть он делает очень небольшое количество ограниченное ну потому что для этого надо обучать обучать молодой молодых людей смену новые поколения а люди не особо хотят трудиться сейчас вот беда в чем поэтому напрягать его я тоже не хочу но вы знаете наверное те кто захочет посадить сад вот чтобы это было эффективно тут к нему обратились мир монастырь там из монастыря сделать ну ладно это сделаю там определенную партию там занимается зимой а уже так сказать с расчетом на год вперед вот обращайтесь если захотеть на такой серьезный какой-то заказ чтобы сесть и сделать его это да можно ну будет интересно пишите там посмотрим мы будем теперь я думаю так предметно и глубоко общаться с ним и новые будут фильмы но я думаю что если вы поддержите это мое начинание да напишите пару слов я вам буду рассказывать еще и показывать и о других очень интересных людях которые к сожалению никто кроме единиц да не знает ну что ж приятного вам просмотра и пишите свои комментарии и обязательно подписывайтесь на мой вот этот самый канал на ю тубе чтобы я снимал еще больше качественных видео и вы знаете я буду сейчас улучшать качество и самих записей и вот эти вот приемчики хитрые чтобы это было смотрибельно вставлять такие разные как это делают всякие там так сказать на каналах чтобы привлекать внимание потому что нужно привлекать внимание и к чему-то действительно важному хорошему к духовным вещам к нравственным вещам даже канал кстати я отдельно еще сделаю на ю тубе посвященный нравственности человеческой которую мы сейчас как общество потеряли что творится вообще что в том же ю тубе как целый отдельный мир отражающий духовную составляющую в том числе народа я буду показывать и пояснять то есть это я думаю будет очень важный с воспитательной точки зрения да и кстати вот даже приобрели сейчас вот такие вот начни наушники но правда ну что было из того что было лучше просто необходимо чтобы не было помех и вот даже такую камеру хотя у меня вот эти макинтоши но говорят это хорошее чтобы качество изображения меня видно было когда я что-то комментирую лобби тех какая-то c920 горит хорошее но посмотрим хорошее или нет по крайней мере разрешение большой и мне порекомендовал хороший знакомый кстати обратить внимание какой товарищ здесь на картинке изображен похож на цицулина этого ну ладно до него тоже руки дойдут ну что ж дорогие друзья еще раз приятного вам просмотра и оцените эту важность этой записи да важность этого фильма все вам самого лучшего наслаждайтесь здравствуйте дорогие друзья мы находимся в сковской области от пушкинский гор примерно 70 80 километров и вот сейчас я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком который ночью всю жизнь посвятил садам яблоням грушам другим культурам и профессора не просто огромный специалист в этой области борис николаевич ну пару слов скажите нашим зрителям вообще может быть вот как бы в двух словах о себе ну поподробнее да нас то познакомили с вами что за этим первый раз видимся так наши общие знакомые ребята которые проводят значит летние лагеря там восстанавливают родовые такие традиции ведической культуры а вот вы их называете сказочниками но потому что они как бы по сказочным персонажем до знаком с ними они к вам приезжали не раз до приехали мы сюда 13 лет назад когда многолетний труд в области садоводства и общесельского хозяйства оказался невостребованным к сожалению научно-технические разработки на уровне изобретений порядка пяти десяти в них запросы из разных стран приезжали из америки югославии китая голландии просят эти разработки ну у себя внедрить использовать использовать из америки прислали факс реши решаем вопрос использование ваших разработок на уровне конгресса но предварительно просим ответить на следующие вопросы на двух страницах вопросы штук 40 меня спрашивают что им ответить я говорю одной фразой если я отвечу на ваши вопросы я вам не нужен хитрые какие-то тишина фаня голландцы приехали вот дать нам на испытание ваше устройство вот для окулировки допустим есть три изобретение механизация окулировки 6 лет испытывали мичуринске в институте плодовочном дали заключение при норме выработки за 7 часов 800 штук сделано 4320 выход саженцев в контроле 65 68 процентов здесь 93 97 у вас 93 97 до единственном мире экземпляр было 5 комплектов чертежей раздавал и по заводам по его учреждениям все хотят иметь деньги сегодня я говорю вот заявки вот с таких таких стран давайте я вас свяжу напрямую зарабатываете нет нам это не годится вот мы можем сделать сколько будете платить я говорю мне платить нечем говорю на этом кончается еще понять изобретению более 40 лет сказать а в чем суть вот изобретение принципиально это я даму это мне легче показать чем раз показать да ну покажете потом может ну хорошо это здорово то есть а ну я так понимаю это речь идет а во-первых прививки прививка глазком почкой прием ну весь мир 90 процентов всех саженцев делается этим способом в общем мире так часть делается зимней прививкой я делаю зимней прививкой мне это проще летом я занят другими делами стал nonsense сделаны зимней прививкой им сколько им лет второй год второй год силу с первого года начинают подносить с первого года с первого года до посадки в сад уже не полюносят это просто изумительно мне говорят так вот показывает Вы что нас за дураков считаете? Такого не бывает. И когда с саженцев снимают яблоки, ну, доходят до Москвы, что это действительно так. Возможно. Но это же в масштабах, если посмотреть хозяйств крупных, государств. Вот если так, это же, так сказать, ну, это просто, ну, понятно, что это такое. Обычно на 6-й, 8-й год начинают плодоносить саженцы. На карликовых подвоях это намного раньше. Но не всякие зоны, не всякие почвы для этого готовы, пригодны. А здесь даже на семенных, вот это на семенных подвоях, на сельницах Антоновике. На второй год массовое плодоношение. А, на сельницах. То есть вы берете, конечно же... Они должны начать плодоносить на 6-й год. Понятно. Если классический вариант. Классический, да. Они до посадки в сад уже дали первый плодоношение. Понятно. Изумительно. То есть вы берете, конечно, за основу те деревья, которые самые зимостойкие, крепкие. Ну, предварительно вот я испытываю в течение от 5 до 10 лет, довожу до плодоношения. Если я не выдерживаю все эти вот условия для северо-запада, я начинаю делать саженцы. Удивительно, даже вот есть сорта украинские, здесь прекрасно. Перезимовали, плодоносят регулярно. Сейчас мода на эти колоновидные яблони. А, да, да. Очень много запросов. И что вы скажете по ним вообще? Стоит ли? Ну, я брал у самого автора эти четыре сорта. Один сорт дал урожай, но плоды не конкурентоспособны по качеству с теми, которые здесь уже давно... Ну, я тоже так считаю. И те, которые сейчас новые сорта. Поэтому пришлось вырубить. А другие закладывают те же кодноплодовые почвы. Но урожая нет, они умерзают. Я тоже так же поступил, пришлось удалить, ну, потому что... Ну, сейчас нашел две формы. Еще у них даже названий сорта нет, я за номерами. Плодоносят с первого года. Колоновидные? Да, колоновидные. Могу показать? Да, обязательно посмотрим. Сходим, посмотрим. В Крыму я заложил сад 32 гектара колоновидными яблонями, комплексную устойчивую. Из 105 сортовых форм отобрал 5. Ничем не болеют. Закладка сада подвоями, не саженцами, это очень дорого. Окулировка на месте при помощи этого прибора. 7 человек за неделю заложили 32 гектара сада. Да вы что? Закладка сада в 24 раза дешевле, чем мы обычно делаем. Это просто... Никому не надо. Никому не надо. Ну, это как я вот своим зрителям тоже рассказывал, как в области утепления домов, вот этих 17-этажных панельных, что понастроили. Там как есть технологии. Не нужно, потому что откаты, потому что выгоднее получать деньги. А там природные ресурсы пусть тратятся, сколько угодно, чиновников не волнует. Ну, или... Ну, все в этом духе. Это что мы нам... Вот сад заложили мы. Да, огромный сад. Да, два года назад здесь были вон заросли, как на той стороне. Раскорчевали, землю привели в порядок, посадили. Саду два года, и уже второй год плодоносят. Ну, это великолепно. Ну, если наши вот зрители будут... Ну, а вы уже, я вам рассказывал до нашей записи, что это... Многие из них, это те люди, кто вот уезжает на землю, свое родовое поместье организовывать, хозяйство, так сказать, на землю. И, конечно же, они, вопросов нет, захотят приобрести вот саженцы. В принципе, это возможно будет, хотя, конечно, у вас ограничено, я понимаю. Ну, работать-то некому. Вот в этом-то и проблема. То, что я могу сделать, то я могу. Фактически вы один ведь это делаете, да? Один, один. Один. Дорогие друзья, а там столько яблонь сзади, то есть, действительно, как Борис Николаевич, ну, это действительно должна быть, во-первых, ну, не только трудолюбие, что, понятно, есть, это даже геть нечего, но вот прибор вот этот уникальный, без которого, я так понимаю, так быстро бы не получалось, да, ну, такого добиться. Нет, если промышленный питомник, не зимний приюк, и вот такой, вот, как я делаю, хотите, это тоже можно организовать, были бы исполнители. Через окулировку, если человек за день делает 4320 штук... 4300, один человек? Один. Один окулирует, другой фиксирует, завязывает. Ну, кроме того, есть еще два изобретения, где не надо завязывать, не надо развязывать, не надо поросель удалять. Есть такой метод, ну, и разработанный, тоже никому не нужен. А вы применяете все-таки не его сейчас, да? Ну, мне проще. Проще просто, да? Потому что мне летом надо будет работать окулировкой занимать. А-а-а. А я всю сему сижу за столом, прививаю, да. Понятно. А сейчас вот высаживаю их в контейнеры. Да. И их тогда можно сажать в любое время. В любое время, ну, когда закрытая корневая система, с хорошей корневой системой, хоть июнь, июль, неважно. Вот они перезимали опилки. Великолепно. Я вот смотрю, конечно, ну, тоже, так сказать, не как вы специалист, но занимаюсь давно, так сказать, растеневодством, в том числе, очень качественные, очень, и причем темп роста великолепный. А то, что вот они плодоносят от ребят, я от наших общих знакомых услышал у вас, то, что уже первый год, даже не то, что второй, это, конечно, поразительно. А вот скажите, вот тут я вижу у вас примерно сантиметров 30. Вот они только высажены, видите, все тут. Да, только высажены. Да, только в контейнеры высажены. Вот оно как, да, вижу. А тут ведь и груши, то есть у вас много... И груши, да. Сколько видов яблонь и груш вы за... Сортов, смотрите. Сортов, конечно, не видов, сортов, потому что виды это в дикой природе, а сорта... Ну, яблони порядка 70 сортов у нас в маточнике, да. В маточнике, понятно, с которых вы берете. Груши 18, ну, кроме того, вишни, черешня, алыча, слива, все это есть. И вот вы мне показывали уникальные деревья, это, как его, господи, крыжовника даже. Ну, деревья, крыжовника, тут никому делать. То есть так можно было бы? Можно организовать такое производство. Нам импорт вообще не нужен. Да, о чем говорить. Мы можем экспортировать. Экспортировать не только саженцы, но и плоды. Почему? Потому что вот эта зона очень интересная. Здесь от всякой заразы, болезней, вредителей... Практически... Одна, две профилактические обработки. В Венгрии спрашиваю, как вы справляетесь с этим сортом? Химией заливаются вторая. Он же, говорю, очень сильно болеет, чистый рост. Опрыскиваем, говорит. А сколько? 18 раз за сезон. 18 раз. Так это же коктейль из ядов, куда же вы деваете? Это есть, нельзя. А только в Россию, говорит. Ах, вот оно как. Только в Россию. Да. Вот, просто нет слов. Понимаете, если это так, так сказать, это действительно, тут не надо быть экономистом, чтобы понимать, что если на второй даже, ладно, первый год, уже что-то получается, а я думаю, на шестой год уже хороший урожай, да, тогда... Окупает полностью затраты. Полностью, да? Скажите, пожалуйста, а сколько можно, например, уже когда войдут в полную силу, лет там, ну, с 12, с 15, можно получать с гектара, вот если хорошую почву, правильно подготовить, все, примерно? В плане развития садоводства Ленинградской области лет 10-12 назад было записано добиться урожая плодов 35 сантиметров с гектара. Вот те сорта, которые вы взяли, дают 500 сантиметров. Вот у меня в моем саду 450-500 сантиметров с гектарами. Дают? Дают, сейчас я полую. То есть на практике, что называется? Ну, 6 лет уже, да. Ну, на фотографиях вы видите. Это весь мир можно обеспечить, с нашими-то территориями. Можно сфотографировать и показать. Давайте, давайте сейчас сфотографируем, покажем нашим зрителям, пусть они хоть увидят и расскажут другим. Давайте. Борис Николаевич, вот мы сейчас стоим, расскажите, что это за такие, уже до чуть ли не метр восемьдесят, метр девяносто есть даже. Иные хотят, чтобы яблони были в декоративном отношении, красиво смотрелись. Большие хотят, вот хотят. Обычно мы формируем их уже до реализации. Двухлетние саженцы, уже заложены кроны, чтобы они были компактные. И весь урожай можно было снимать, ходя по земле. Ну да, то есть не залезая. Вот, и поэтому некоторые сделали так. А в основном, вот на этом уровне мы уже охватываем скелетные ветви и начинается предношение. А что это за сорт? Вот мы сейчас с вами... Это сорт белорусский, это антей. Антей – это белорусский сорт яблок, да? Да, вот зимний сорт лежит, ну, по их рекомендациям до апреля, у меня лежали до 10 июня. До июня хранились. В погребах? Ну, у меня одна комната не отапливается. Я там в ящиках ставлю, так, иногда открываю дверь. Ну, а если при идеальных условиях, там, например, плюс 2 градуса, там чисто... А может, от урожая до урожая может быть. Вот и я говорю. Скажите, а сколько возраст, какой их вот таких? Второй год. Тоже второй год? Второй год, вот. И это просто нет слов. Изумительно. Ну, немножко покажите тогда... Вот такой теплодношение. Уилли? Вот нарциссы уже отцветают. Вот, видите. Антей. Сорт антей, да. А он еще свежий. Изумительно. Изумительно. Так. Вот второй сорт, который вы взяли, это Олеся. На второй год плодношения. Это, Олеся, белорусский сорт, который... Вот это фотография второго голого плодношения. Да, на карликовом подвое, на второй год плодношения. Почему так сформированы? Вот на две ветви, видите? Да, на две ветви. Если их так оставить, то они развалятся и разломаются. Так, так, так. Мы их сгибаем один против другого. Не в разные стороны, а друг на друга. А-а-а. И чем больше нагрузка, тем... Тем они друг друга лучше держатся. Тем крепче они держатся. Да. И при том высота будет буквально на уровне где-то 70 сантиметров. Мы складываем их. Так. И весь урожай будет на уровне полутора-двух метров. Обычный человек может спокойно сорвать землю. Норма сбора. Вот с таких вот. Так, так. 150 килограмм на человека. С высоких. Вон. 150 килограмм растения, с дерева. С дерева за день. А-а-а. А с этих полторы тонны. То есть, которые еще ниже. Да. А если считать, что 70% затрат по саду идет на сбор урожая. На сбор урожая, да. Так что выгоднее? Выгоднее посадить, конечно, чтобы они были... Сбор был удобный. Чтобы сформированы были. Видите? Вот в таком объеме. Причем, даже внутри кроны, я потом могу показать. Ага. Вот здесь нет скелетных, полускелетных ветвей, чтобы плодоношение было по периферии. Ага. Здесь вся крона. Вот внутри кроны тоже все цветки доводят до урожая, до плодов. Ага. Нет смысла иметь большие деревья, но заставить всю крону плодоносить. Да, но это нужно еще, конечно, техника потом каждый год подрезки, так сказать, до формирования. Вот начиная с этого возраста, до посадки в сад, и так каждый год. Каждый год лучше сделать буквально пинцировку. Отщипнуть побег и направить рост в ту сторону, куда нужно. Куда нужно, боковые. А верхнюю отщипнуть, то есть не надо гнаться за высотой, естественно. Тоже могу показать на живых растениях. Да, безумительно, давайте, конечно, посмотрим. То есть здесь у вас по-разному немножко они, да? Ну, это под запрос. Под запрос покупать. Кто-то повыше хочет, а кто-то, так сказать. Ну, я с вами абсолютно согласен. Скажите, а вот при таком варианте, что у нас деревья будут не очень высокие, какую вы видите оптимально диаметр кроны, уже сформированный на будущее, и как их тогда часто друг от друга можно сажать? То есть если мы... Хороший вопрос. Если от центра, от ствола до края будет порядка полутора метров, то света достаточно для того, чтобы все цветки внутри плодоносили. Здесь нет голых ветвей. То есть от ствола до ствола сколько? От ствола до края кроны. А, за следующим? Полтора метра. Понятно, понятно. Следовательно, через каждые три метра мы можем сажать свободно. То есть шахматный порядок, ну, условно, три метра, да? Да, три метра, да. И до какой высоты мы... Ну, как нам удобно, да? Как удобно, да. Ну, два с половиной, ну, не выше трех метров дальше уже. Это касается всех, в принципе, принцип такой. Всех пород. Скажите, а с грушей тоже? Ну, вот груша начинает плодоносить. А сейчас пойдемте вам покажу. Пойдемте, пойдемте, сейчас посмотрим. Груша второй год. Уже два года плодоносит. Давайте посмотрим. Так, а мы сейчас... Сажимте, ну, неделю назад они высажены только. Неделю назад? Да, вот они сейчас должны укорениться. Ага. Пойдут они в рост. Мы сразу прищипнем верхушку, чтобы вот эти вот развивались. Если этого не делать, вот эти вот нижние так и остаются. Ага. Они не отрастают. А мы... А мы их прихватили. Так. И эта зона, вот с обратной стороны, вот она. Да-да-да-да-да. Вот верхушка удалена, проводника нет. Так. И вот уже, видите, заложили. Не только... Они уже отцвели и завязали плоды. Да-да. А когда верхушка... Это уже сколько ей? Это уже четвертый год. Четвертый год. Да. Не такая большая, но зато и... Ну, она была выше, вообще удалила. Удалили. Вон, срезал. А эта зона начала плодоносить. Дорогие друзья, вот смотрите, сейчас хочу просто показать. Вот эта груша, это какой сорт? Это сорт лада. Лада. Значит... Она к розними прям дает вот эту кучу. По 5-6 штук. Вот два года. Каждые 10. Вот здесь 5-6, здесь 5-6. Этому растению сейчас два года, да? Уже третий пошел. Нет, это... А. В прошлом году год был. А, в прошлом. В втором. А, и это именно в прошлом году она 8 плодов? Да. Первый год жизни дала? Первый год жизни, да. А сейчас мы смотрим, вот уже видно, которые пошли. А это? Это где-то десятка, два с половиной примерно, ну, грубо говоря. На втором году жизни. На втором году жизни. Да просто нет слов. Это изумительно. Вот этим всем, это второй год. Вот все, что мы видим, да, вот здесь вот на поляне. Понятно. А тут, я смотрю, хозяйство большое, да, вот эти вот ребята из Питера решили, так сказать... Всего 120 гектаров. 120 гектаров. Ну, планировали все под сады. Под сады, да? Сейчас немножко планы изменились. А-а-а. Мой напарник считает достаточно того, что уже зашили. Не для бизнеса. Не для бизнеса. Если 120 гектаров, то нужно хранить вообще. Конечно. Нужно цех переработки. Естественно. Нужны люди. Людей нет, работников. Да, это сейчас проблема. Проблема. Самая большая. Все пляшут и поют. Да. Делать ничего не хотят. Трудиться не интересно. Ничего. Борис Николаевич, скажите, вот это ваш питомник. Ну, понятно, минимум можно назвать питомник, потому что, ну, собственно, понятно, что помощники нужны, чтобы был большой питомник. А вот здесь засыпано... Ну, я еще пришел, сразу обратил внимание, потому что у меня тот же принцип грядки. А потом мы засыпаем тоже мульчой из, значит, вот щепы. Да, ну, в данном случае, я так понимаю, просто с пилорам остается там это. И как бы, я понимаю, хвойные породы. Ну, между гряди, между рядов можно засыпать, в принципе, да? Ну, здесь назначение, чтобы трава не росла. Ну, конечно. Летом. Да. А если мне нужно оставить их на зиму, то вот они до этого борта засыпаны, сверху еще присыпаю опилками, они зимуют прекрасно. То есть, корневую систему всю закрываю? Да. А потом весной просто откапаю? Потом снимаешь. Ну, понятно. И, кстати, я даже заметил, что хвойные, хоть несмотря на то, что породы хвойные, а у вас засыпаны и сверху в самих контейнерах. То есть, на зиму я засыпаю контейнеры. Ну, летом лучше не держать. Все-таки хвоя, она закисляет почву. Если бы осина, ольха была, то можно было бы, правильно? Ну, конечно. Конечно. Вот я просто, у меня даже рубильная машина, такой большой аппарат, мы вот специально для... Перед тем, как использовать опилки, надо хотя бы год, чтобы они перегорели. Да, это... Опилки, я всегда говорю, использовать надо черными. Конечно, когда уже такие прям уже перепревшие. Борис Николаевич, а скажите, вот что вы можете посоветовать, если человек приобрел саженцы и хочет правильно посадить, ну, почва достаточно, допустим, относительно плодородная у человека. И все-таки кто-то советует, например, железный лом закладывать. Все-таки много железа потребляет яблонь. Та же Исаева, например, мне говорила, надо железо закладывать, так сказать. Вот, что бы вы посоветовали, как правильно посадить, чтобы несколько лет, по крайней мере, с почвой под не удобрять, не возиться, так сказать. Вот особенности почв северо-запада – это величайшее разнообразие. И когда садоводы читают рекомендации, которые написаны для зон промышленного садоводства, это средняя, южная зона, что вот надо копать какие-то ямы, 80 сантиметров глубиной, закладывать туда в яму, в яму, в воде, в яму. Поэтому в воде деваться некуда, месяц постоит, корни погибли. Пока молодые, они успевают на следующий год тоже восстановить и образовать корневую систему активную, всасывающую. Они еще выживают. Проходит 4 года – это гарантия гибели. Конечно. Поэтому вы, я так уже чувствую, вы советуете высокую, так сказать, греду такую? Нет, нет. Нет? Так. Ну, первое. Мы перекапываем или копаем даже яму, смотрим, до какой глубины могут проникнуть корни. Ну, понятно. Так, то есть до глины мы доходим? До глины, да. Поэтому на месте посадки этого саженца, вот в контейнерах, допустим, да? Да. Так. Мы в радиусе где-то полтора, два, а то и более метра перекапываем, внеся туда органику. Так. Ну, все сейчас ярые противники против минеральных удобрений. В этой связи мне вспоминаются слова академика Кляничникова. Недостаток ума, не восполнивший испытком удобрений. Надо знать, что давать, когда давать и сколько давать. Да, да, да. И вот даем столько, сколько нужно, в зависимости от того уровня плодородия почвы, какого. Здесь мы анализ почвы сначала сделали, знаем, что тут есть, какая кислотность, все сделали и все прекрасно растет. Дали минеральные, дали органику. Наверное, фосфора надо немножко, потому что корневая система, чтобы… Фосфора очень мало на этих почвах. Фосфор. Обязательно. Обязательно. Органики. Здесь пахотный слой всего там сантиметров десять, не более. Да. Потому что раньше здесь только сено косило. Ну, да, да. Это касается и Псковской, да и Тверской области, в общем-то. Да. Вот та зона… Или голые пески. Понятно. Вот там большие ямы выкапывали. Там можно, да? Засыпают… Ну, у одного я садовода был. Там песок… Ну, чистый песок. Чистый песок. Не то, что песчаная почва. Почвы вообще нет. Он говорит, два на двое эскалатором выкопал ямы, заполнил плодородной почвой. Низ, как рекомендую, засыпал он глиной сантиметров двадцать. Посадил яблони, груши, вишни, сливы. Все прекрасно растет и плодоносит. И орошение у него есть. Ну понятно. Он поливает, снизу задерживается этим слоем. Экономически, я так понимаю, выгодней на наших почвах делать, нежели на тех, где надо ямы рыть по два метра, вносить туда, так сказать. Здесь задача такая, почему я предварительно говорю, нужно там перекопать вот на это, чтобы корни не туда пошли, а освоили вот тот пахотный слой, где можно… Горизонт вот этот. Да, из года в год эту почву перерабатывать все шире и шире. Потому что большая часть активной корневой системы, усасывающей, работает… Ну поверхностно, то есть… Нет. Вы имеете ввиду… На грани проекции крона. Ага, понятно. То есть, если крона у нас в диаметре два с половиной метра, то вот корни примерно… Вот там работают. Там работают. А здесь, как наверху скелетные ветви, там скелетные корни проводящие. Да. И когда удобрение дает непосредственно под ствол, под штамп, это равно сильно, как кормить ребенка и кашу класть на шею. Этим удобрением надо раствориться, уйти до там, где работают активные корни. Конечно. И обратно вернуться уже в ствол. Да, да, да. В ствол. Ну вот как раз будет очень хорошо, наверное, удобрение, когда мы делаем какую-то компостирующую площадь… Обязательно. Сначала через компост пропускаем, и тогда вот эти вот все, сейчас модные, типа Байкал и прочее… Байкал – восток бактерий, которые быстрее перерабатывают, чтобы за сезон уже получить хорошую плодородную почву. А то на легких песчаных почвах дают Байкал и ждут результата. Бактериям надо чем-то питаться. Ну, конечно. Это же… Ну, естественно. И тогда уже, да, можно действительно за год получить хороший… А то мне тоже давали некоторые препараты на испытания. Вот как, говорю, уносить… Вот прямо в почву… Понятно. Разница. Ну, привел, я показываю, какая разница. Вот и вот. Никакой. Естественно. Ну, все логично, что тут можно сказать. Ну, надо включать вот этот чай. А в природе все очень просто, на самом деле, согласны? Да. То есть мы просто смотреть, видеть… Не умничать, а так сказать… Разговаривать. Абсолютно. Что вы хотите, что вам нужно. И нет… Он говорит, штамп должен быть такой высоты. Дереву это надо? Нет. Мне это надо? Нет. Потому что сад у меня в огороде. Только лишние сложности. А высокий штамп, когда техникой обрабатываем, междурятие, чтобы трактора там катались. А мне это не нужно. Я лучше обрезки держу, сколько им нужно. Абсолютно согласен. Абсолютно. Все просто. Вы знаете, я вам… В каждом конкретном случае должны быть свои подходы. Конечно, конечно. Это в зависимости от тысячи нюансов, так сказать. Совершенно верно. Знаете, Борис Николаевич, я вам привезу обязательно такое новое… Я могу это уже слово сказать, такое с уверенностью уникальное удобрение. Просто в основном… Ну, и то мой знакомый убедил вот этих производителей, наших отечественных разработчиков, чтобы на российский рынок все-таки шло. Почему? Ну, невыгодно. Сами понимаете, почему? Потому что не хотят, не покупают. Многие… Ну, вот о чем мы с вами говорили. Не развито. А вот Китай, Индия, несмотря на то, что там химия развита, там и органическая начинает развиваться. И вот там это стало востребовано, когда просто люди увидели результаты, что вот как быстро органика перерабатывается благодаря этим бактериям. То есть там на щелочной торф такой, значит, на основе такой пасты, то есть не водный, как Байкал-Восток, там в чем минус? Чуть-чуть неправильные условия хранения, кислорода мало, погибает. И люди говорят, не работает. Не потому что плохое удобрение, а потому что неправильные посредники хранят в магазинах. Ну, вы понимаете о чем? А здесь проще в этом плане, потому что все-таки среда уже не вода, значит, кислорода там больше, значит, субстрат, пористость там, потому что... Вот. Я вам дам, обязательно привезу вот прямо еще попробовать. Очень мне ваше мнение. Хорошо. Я скажу, какие их пожелания, ну вот, значит, а вы уже проэкспериментируете и так и сяк. В этом отношении жена активно в этом участвует. Да? Эм технологии и прочее сейчас она... Ну и вы тоже посмотрите. Как раз, кстати, частично опилки можно вот туда посмотреть, что будет, так сказать, разница с Вайкалом. А потом поговорим. Здорово. Великолепно. Что ж тут можно сказать? Я просто уже по рассказам моих знакомых был, думал, что, так сказать, будет. Ну, прям рад, редко такое видишь. И жаль, что сейчас люди, конечно, вот мало кто занимается, вот, так сказать, такой садоводством. Это вообще же благодатное дело. Это, конечно, такая радость. И я это чувствую, понимаю сам. Ну, выгодное дело. И выгодное, да. Чуть-чуть подождать буквально. А все хотят, но многие... Ну, я вот заставляю их рано начать. Да? Чего же еще желать? Это ладно там 5-6 лет. Сажаем густо. Это вообще... Собирать можно стоя, так сказать, не лазить по... Совершенно верно. Людей надо меньше. Урожай колоссальный. Просто нет слов. А еще система обработки против резителей и болезней. Да, 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 да. Я разработал технологии, которые... Ну, защитники дали заключение. Ага. Расход ядов сокращается в 50 раз. В 50 раз. Раз. Не на процентов. В 50 раз. В 50 раз. Следовательно, это экологическая чистая продукция. Да хоть на детское питание в Азии, хоть во Францию, хоть куда. Скажите, пожалуйста, а можно все-таки биологическими средствами, сейчас же тоже разные есть сияния, прочие, ну, так сказать, различные, добиться, ну, в масштабах не гигантских садов, допустим, а все-таки вот каких-то своих там 20-30 деревьев без, так сказать, применения химических... Ну, пока... Урожайность просто, наверное, снижаться будет. Ну, пока я не могу давать гарантию, что эти вот препараты собственного производства могут ликвидировать. Они могут затормозить, могут уменьшить повреждения, но полностью исключить я пока не рискую, скажу. Это вы говорите о своих, да, вот препаратах? Понял. А про сияние вы не экспериментировали? Нет. Просто не экспериментировали? Я понял вас. Да. Вот я свои, у меня есть яблони тоже, значит, я, как бы это сказал, там такие свои есть наработки, вы знаете, не применяю химию, не применяю химию. Урожайность, пусть и меньше, то есть не каждый год большие, то есть, понятно, урожаи, но зато действительно абсолютно ничем не удобряю. Ну-ка я думаю, что в масштабах там 10-20 деревьев это не проблема там, а вот уже садоводство промышленное, где надо, конечно, каждый килограмм считать, тут надо подумать. Совершенно верно. Вот, я так тоже думаю. Вот у себя там внизу мне свой дом. А, дом тут же, рядом. Там мальчик и оттуда беру жарчайки, вот еще 13 лет из футаней они прошли там. Ага. Вот то, что не годится, вырубил, перепривил там, ну и так далее. Ага. Дисковал, культивировал, пока червей не заработали. Вот. И после этого заложил сейчас кашу травой и оставляю под землю. Конечно, ну да, трава и потом, да, если можно где-нибудь и рядом у людей есть поле, можно скашивать и укласть хоть по 10 раз в год, правильно? Докладываю. Все это органика. Четыре раза я успеваю. Ну да, это я так. Скажите, пожалуйста, а вот ваши фотографии, которые вы показывали, вот, кстати, вот та самая Олеся, да? Это та самая Олеся. Сколько вот, я вижу тут два ведра полных, так сказать, сверху. Это у нас сколько лет вот этому дереву? Три года. Три года? Да. Это четвертый год. Вот как. А. Потому что я сажаю не однолетками, а сегулетками. В этом году сделал и в этом году посадил. И в этом посадили. Да. И поэтому это уже вот три года полных, так сказать. Да. Изумительно. Изумительно. Так. А можно немножко, вот буквально пару слов, может быть, какие-то. Вот грушовка. А, ну это известный, так сказать. Нет. Есть две грушовки. Грушовка московская и грушовка ревельская. А, я про москов. Московская она с кислинкой. Так. А это вообще без кислоты. Сладкая. Сладкая, да. А. Ну она, конечно, не лёжкая. Это, так сказать. В отличие от той грушовки и этого папировки белого налива созревает на уровне сроков тех же. Так. Но в течение двух месяцев висит на дереве. Два месяца. Только улучшается вкус, да. А. Превосходный сорт. А сколько лежит, примерно до каких месяцев там, до которого? Ну, мы ели в октябре месяце. В октябре, да, ели? Да. То есть это прилично, конечно, с тем. А вот если с конфетным сравнивать, вот по-моему, тоже исаевский, если не ошибаюсь. Отличный сорт. Конфетный, да? Вкус хороший сорт. Превосходный сорт. А вы не держите? Ну, у меня нет. А, просто. А так, в принципе, советуете, да? Ну, конечно. Ну, это же хороший, да? Прекрасный сорт. А студенческий, например? Ну, тоже самое. Тоже неплохой. Ну, это вот все его. И вы знаете, мы с вами о то забуду, опять говорили тогда, ну, не на камеру, что вот был великолепный сорт. Ну, не зря наградили таким высокими правительством наградами академика Исаева в свое время за сорт московской позднее, который хранился там больше года, там до двух лет, ну, это при идеальных там условиях, значит, которые вот даже сейчас не одни такие сорта, никакие там химические эти не могут. Вот. И морозостойкие. Но мы как раз с вами те вот двухлетки вот эти высокие большие смотрели. Я так понимаю, тоже они... Ну, морозостойкие. Здесь после минус тридцати девяти они прекрасно полоносили. Тридцать девять? Да. Вот эти все сорта они испытаны, прошли через минус тридцать девять. Ну, то есть это уже все вот эти сорта. Двадцать дней минус тридцать девять. Когда ж такое было? Это лет пять назад. Было такое, да? Да, было такое. Это прямо вот здесь вот. Я как раз был в Белоруссии, тоже по делам садовым ездил туда. И вот после этого мороза те сорта, которые я завез, тоже плодоносили. Вот теперь уже имея такой жесткий режим проверки, я спокойно их размножаю и рекомендую. Великолепно. Скажите, вот если мы быстренько так посмотрим, что-то… Вот это интересная фотография. Вот карликовые подвои, они дают сады интенсивного производства. У них компактная небольшая корневая система, вот она. Вот это какая. Да, да. И часто они у этого урожая падают, когда начинают подносить, при ветре выворачивают их. Поэтому весь мир работает на карликовых подвоях, на опорах. Понятно. Или колья, или там на шпалеру привязывают. Да, да, да. Все говорят. Ох, как так красиво они себе привязаны. Вынуждены привязывать. Вынуждены. Да. Зачем лишний трудозатраты, да? Да. Так вот эти вот опоры стоят практически столько же, сколько сама закладка сада. Я ушел от этого. Так. Вот ствол, сворт привой. К нему привито, привит не один по двое, а три по двое. Или четыре по двое. Так, 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 так. Они стоят спокойно, опору. Четырехкратное увеличение объема корневой системы на то же слово. Гениально. Изобретений тоже нет. Слушайте, это я просто... Действительно, все гениальное просто, это точно. Только надо додуматься. Еще очень интересное. Ага. Еще? Нет. А, здесь, да? Об этом же. Так, так. Вот мы говорим районированный сорт, районированный подвой. Привили. По саду дали информацию о почве. Такая-то там кислотность, такие там... Ну, там дерново-подзолистые. Да, все данные. Все данные. И мы сажаем. Но сколько анализов не бери, все будут разные. Где-то фосфор больше, где карбонатов больше. Где-то десять лет назад деревья росли, там один сорт. Совершенно верно. И вот мы клон, сорт клон, подвой клоновый. Казалось бы, сад должен быть идеально одинаково ровный. Не получается. Тогда к этому стволу привиты разные подвои. Этот карликовый, этот выдерживает карбонаты, этот при недостатке воды уходит в глубину, там, и так далее. И дерево само выбирает, на каком расти. Это вообще изумие. Скажите, а вы делаете это к некоторым сортам? Да. К некоторым? В зависимости от того, куда они пойдут, я уже делаю по заказу. Мне говорят, у нас почвы... Такие-то почвы, и... Я делаю такие. И вы просто советуете, и сами уже там... Да, и сам я делаю. Вот они выбирают. Слушайте, ну это... И по кроне, и по другим там. Дорогие друзья, ну, я думаю, будет, может быть, у заинтересованных, по крайней мере, у какого-то количества вас тоже такая возможность. Вы уже пишите мне, если будет интересно, на почту. И обращайтесь, и можно будет для вас подобрать. Укажите ваши конкретно виды почв, так сказать, толщину слоя биогумуса, значит, регион. Ну, то есть, максимально данные, какие вы можете указать. Тогда будет идеально, можно будет подобрать именно для вас будущий ваш маленький сад или большой, там уже это неважно. Да, это, конечно... Груша, пятый год. Вот этой груши. Вот сформирована так, видите? Да. Вот мы их. Ну, мы смотрели, это, конечно, чудо. Мы их снимали, вот смотрели, в такой высоты. Ага. А теперь они вот сформированы так, что весь урожай у меня перед носом. То есть, казалось бы, вроде не такая уж огромная. А сколько такая груша пятилетняя, ну, примерно дает урожай? Вот она плодоносит. Да, вы что? Это вот она, да? Она. Сейчас я аккуратненько вот так... Ну, это же... И ведь крупные плоды, да? Ну, то есть, для... 140 грамм. 140 грамм. Изумительно. Изумительно. То есть, если эта дала в первом году жизни 8 плодов, сейчас уже где-то 25, то можно представить, здесь это больше 100 получается, наверное. Вот она, пожалуйста. Это другое дерево. Другое, да. Ага. Ага. Чижовское. А какие бы груши вы могли бы сорта посоветовать? Ага. Для вот зоны Тверской, Псковской, Ленинградской области, там, так сказать... Ну, я считаю... С нашими почвами. Чижовское. Ага. Надежный сорт, потому что в родословной здесь участвовала уссурийская груша. А, огромные минусы. Да, да. Понятно. И она эти свойства передала, поэтому... Чижовское хороша. Для меня самая надежная сорт. Самая надежная. Ну, она... Лада тоже участвовала. Лада, да? Да. Вот она. Пятер. Да, да, да. Два года? Два года. Вот она еще подрастет. Ну, вот так вот, да. Ага. Это вот другие сорта уже. А это что за? Форелия. Это эстонский сорт. Эстонский. Прикосно сведет. Валерий Николаевич, скажите, а сколько вы за свою жизнь, ну, так, примерно перепробовали сортов вообще? Вот яблонь, допустим. Ну, их точно так. То есть, это сотни, да, речи? Конечно. Это... Больше. Ты... Даже до 1000, может быть, дойдет? Ну, по крайней мере, то, что в Тимирязевской, так сказать, это, наверное... Ну, эти сорта я все знаю. Все знаете, да? А Исаева, наверное, тоже, да? У нее уже было чуть ли не 80, по-моему, если не ошибаюсь. Да. То есть, вы тоже, да, знакомы? Знакомы. Ну, в целом, наверное, как вы оцениваете, ну... Ну, это выдающаяся работа. То есть, это... Что тут говорить, да? Да, что там говорить, да. То есть, сейчас таких, наверное, уже, да, селекционеров... Сейчас часто выпускают сорта, ну, не прошедшие надежной проверки. Скорей, скорее, скорее, скорее. Понятно. И часто используем то, что не лучше, чем было. Хотя, я говорю, было такие наработки, казалось бы, бери, применяй, улучшай, так сказать, как-то реанируй, ну, и пользуйся. Ну, это, конечно, вот, к сожалению, кто-то не знает... Висят эти груши. Это вот... Ага, ага. Тоже тяжело. А вот из белорусских сортов, вот, знаете, вот я вам... Мы с женой говорили, что пробовали... Нам так не знаем сорт, да и бабушки не знают, откуда они знают. Но сорт такие сладкие, ароматные. Что может быть за сорт, как вы думаете? Какие сажали лет так 70 назад, вот примерно, наверное, я думаю? Ну, из 30 тысяч сортов. Я бы не сказать, что это... По такой информации... Ну, а так, масса вот из тех, что вкус... Это как... Ну, я понимаю. Лечить от алкоголизма по фотографии. Да, да. Ну, то есть... Ну, то есть... А вообще, какие сорта из таких сладких, вот, ароматных, вы могли бы посоветовать? Из белорусских именно сортов? Потому что они, ну, в общем-то, и проверены тоже иронируем. Может быть, ваши... Старые сорта я не могу сказать. Из... Вот современные белорусские сорта очень мне понравились. Белорусские сладкие. Угу. Лежит всю зиму. Угу. Да, вы что? Превосходный вкус. Ну, и... Коваленковская. Уж вообще вот эти... Угу. Угу. Сейчас... То, что они рекомендуют, я их проверю. Превосходные. А у вас какие? Знаете, даже из Белоруссии перевозили мы. Вот один сад заложили прямо с сортами. Белорусские? И саженцами перевезенными прямо оттуда. Вот автор. Великолепно. То есть, в общем, вот если... Идет проверка. Ну, местные, даже без названий. Ёть. Ранние груши. Ранние сладкие, назвал я. Ну, то есть... Один перенес мне груши. Ага. Сладкие, сочные, ранние. Ага. И просит сделать такие. У меня старое дерево, говорит. Ну, принес он черенки. Ага. Я черенок один привил в крону у себя. Закрепил. Ему сделал саженцы. И когда заплодоносили, ну, прямо сходные. Очень ранние. Ну да. Очень урожайные сходные. Названий нет. Ну, название. Ну, а пока еще их... Да. Старое дерево, говорит. Вот, вот, вот. Действительно уже доживает. Мне, говорит, замену надо. Вы знаете, что не буду загадывать, но я... Очень сам для себя хочу. Поеду... Вот, помните, Раскалобогу. Там уже за сто лет, не знаю, ну, такие метров по... Если вот с самых ранних... Раннего взрослого созревания до самых поздних... То можно вот испытанными сортами в течение четырех месяцев есть груши. То есть вот прямо на столе, так сказать, вот. Да. Сорвал и съел. Ну, теперь мы посмотрим уникальный... Прибор для окулировки. Это именно ваша разработка? Это моя разработка. Авторское свидетельство получил в 67-м году. В 67-м году? Да. Единственный миллион. А в чем его... А, вообще экземпляр один? Да. А в чем уникальность этого прибора? Я так понимаю... Ну, сейчас я скажу, как ножом сначала делают, да? Да. Классический, да, старый? Классический, да. Т-образный разрез. Ну, это все знают. Разрезали, раздвинули кору. Ну, срезаем почку. Срезаем почку. Сюда вставляем. И завязываем. Ага, и завязываем. Так. Вот, теперь... Давайте я возьму. Этим прибором делаю. Ага. Вот, первое движение. На почку насаживаю. Угу. И снял. Почку сняли, так? Теперь... А этот дичок вот на подвое. Насадили. Вот, делаю медленно. Вот. Продвигаю вперед. Так, так, так. Окулировка закончена. Да, вы что? Это же, так сказать, раз... Два движения. Наверное, в десять быстрее, если... Три секунды уходит на окулировку. То есть, если быстро делать, три секунды уходит. Да. Это вот изумительно. Изумительно. Это вот, если применить вот такой способ, то можно одному человеку, ну, с напарником вместе, чтобы он завязывал, как вот вы говорили, сколько можно... Ну, Мичуринский институт дал заключение. Четыре тысячи триста двадцать. По вашему методу можно? За семь часов рабочего времени. За семь часов? Да. Два человека, то есть... Да. Это просто нет слов. Действительно. И, как говорится, вроде бы действительно по сути просто, насколько гениально и просто. Это правда, это точно. Великолепно. Срезал. Так. Здесь толщина даже три миллиметра уже можно окулировать. Вот. Накалываем. Провел. Все. Действительно. Действительно. Вот прям изумительно. Изумительно. И приживаемость очень высокая ведь, да? Потому что здесь ни грязь. Ну да. Ничего, ни окислений нет. Потому что разрез, величина разреза такова, как сам щиток. Он плотно сидит. Я даже сделал такие дикие опыты. Три дня не завязывал. Вот так вот стояли они. И что при этом? Приживаются. Тоже, да? Да. Пока уже кораллы начинают подсыхать и разворачиваются. Вот как. А так, пока кора влажная, сидят они спокойно. Изумительно. Изумительно. Да. Это, конечно. А, ну, конечно, есть садоводы-любители, которые и сами, так сказать, хотят прививать. Но вы не думали такую, так сказать, конструкцию уже, ну, произвести там и можно, чтобы продавать, так сказать, любителям садоводам или профессионалам? Ну, одну штуку я сделал, вот. Другой возможности у меня нет. А, просто. Вот это вот, ну, то станочные работы сделали. Вот это вот уже сам я вытачивал. Ах, вот даже. Понятно. Ну, возможно, стоит. Ну, если я на коленках это могу сделать, ну, наверное, промышленность смогла бы. Если бы, так сказать, да. Ну, если была бы заинтересована. Ну, конечно, знать еще про это надо. Это многие даже представить не могут. Ну, можно подумать об этом. Можно подумать об этом, почему нет. И последнее изобретение. Так. Вместо этого вот носик вот этот остался, здесь пассета. Сиди за столом можно снять в глазки. Так. И в питомнике только одно движение. Щелк, щелк, щелк. Да вы что? Прям они уходят каждый в свою... Ну, как революю. Да? Вот так вот. С каждым посылом. А-а-а. На этом местном свежейший глазок. Туда ни грязь не впадает. Они плотно сидят прижатые. Это еще ускоряет процесс. Это процесс ускоряет. И, кроме того, следующее изобретение это съемные кассеты. Заряжающими кассетами этот прибор. Он сделал оборот 12 глазков. Он вставил. Вытащил. Это отпадает. Отбрасывается эта кассета на его место. Новый становится. И так далее. Да-да-да-да-да. Шестьдесят минут. Опять, по-моему, у вас было. Изумительно. 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 Тоже никого не было. Да, давайте будем... Как-то не знаю. В общем, сейчас пока мысли, так сказать, теряются. Но, я думаю, не может такое и изобретение для России настолько важное и полезное для садоводства нашего. Чтобы вообще осталось без... Так сказать. Годы прошли, которые действительно не востребованы. А они будут. Обязательно придет время, когда... Сейчас, я думаю, уже приходит время, когда... Ну, я думаю, это появится где-то за границей. Вы полагаете? По-моему, Китай уже украл. Да. То есть, вот так даже, да? Да. Они были у меня. А-а-а. Как это делается. Они все внимательно все это узнали. По крайней мере... Так что мы будем покупать. Даже так. Это ужасно, конечно. Но очень важно, чтобы знали люди, что как... О изобретении тысячами крались и крадутся. И в Китае, и в Японию, и в Германию. А потом они вроде такие умные сделали. Они просто молодцы, что пускают это в применение. А мы... Мозги наши, так сказать. И еще гордимся. Вот на уровне международной работы им. Купили у них вот это. Ага. Так это наше изобретение. Абсолютно. Это 90% всего. Вот как я с разными областями, так сказать, сталкиваешься, уверяешься в том, что наши в основном все изобретения. А они пользуются нашими мозгами. Ну, и зарабатывают, конечно. Что тут говорить. Молодцы. Молодцы. Скорее... Тоже... Они занимаются медицинским условиям. Мы, говорит, готовы у вас это купить. С этого момента... я теряю... тоже право использовать даже самому. Ага. Вот оно. Ага. И сколько я буду... как бы оцениваете. Ага. вы будете получать 9 процентов, а 99 процентов они будут получать. Какая возможность его контроля? Вот вопрос, правильно, сразу. Контроль-то какой? Никакой. Никакой. То есть это может быть ноль-ноль там? Ноль, скажут, ну не используются и все. Все правильно, если бы еще так оно понятно, ну да, действительно, там в масштабах. Морская квартира в конце года. Все правильно, точно так, абсолютно. Постоянный воздушный беренаж, а зимой скатывается холодный воздух вниз. Да, да. Вот по сравнению с той речкой, здесь на 2 градуса температура выше. Ну за счет того... А это очень много. Много? Для зимы это очень много. То есть в этом плане хорошо, что ветер? Перезимует хорошо, значит меньше опрыскивать надо. Ну меньше вредителей, так сказать, болезней. Да, совершенно верно. Влага тоже не застаивается, поскольку холмистая местность так особо. Ну разве что глинистая под основу, но это так сказать... Ну подпоченный сток. Вот здесь вот болото было. А, даже так. Выкопали на полтора метра глубину, сделали водоем. И сейчас со всей округи вода сюда скатывается. А отсюда дренаж выведен туда до определенного уровня. Все. Все, конечно. Решили проблему. Изумительно. А на той стороне, вот под этими деревьями, там на 3 метра выкопали. И с того края, и с этого края вся вода, подпоченный сток, его не видно, но вода круглый год полная стоит. Вот как. Решили проблему эту. Изумительно, да. Все правильно, логично. Вот. А вот колоновидные яблони, про которые мы говорили, что так сказать... Ведь в Германии и вообще в Европе у них как вот промышленное садоводство? Там примерно 12 лет закладывается и под корень срубается. То есть они себя... Ну да. Постепенно плодоношение уходит вверх. Уходит вверх. Здесь оголяется. И в общем теряется... Ну смысл всякий дальше их. И они просто пускают, как говорится... Притом их выращивают на карликовых подвоях. Ага. И сами по себе они недолговечны. Вот. А у вас принципиально ведь иной вообще, то есть метод, принцип. То есть вы берете культурные, ну обычные, так сказать... Ну у меня используется качество... Ага. Даже не подвои, можно сказать, как фундамент. Фундамент. Один из самых зимостоких сортов это балтика. Так. Районированный по северо-западу. Ага. Из него я формирую крону, ну типа... Ага. Ага. Горизонтального кордона. Так, так, так. И на нем вырастают вертикальные побеги. Ага. Потом я их срезаю и на них прививаю вот эти вот колонны. А, ну да. И на одном дереве получается ну полтора-два десятка этих колонн. Так, так растущих вверх. Да. Растут они вверх. Ага. 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 они по вкусу уступают местным сортам. Ага. Или вообще не плодоносят. А теперь вкус местный. А это я уже проверил. Они лежали вот эти вот до... Ага. 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 Так... Наверное... До марта. Все его очень лёжки. До марта лежали, да. И что ж, значит буквально... Следовательно, они могут плодоносить, могут лежать. Ага. Ага. Вкус, ну, не исключительный, ну, средний будем считать. Урожайность? Урожайность колоссальная. Ага. Колоссальная. Вот это вот маточные деревья вот с такими приемками. Ага. Они стоят, ну, столбы вот такие вот. С яблоками, да? С яблоками, да. То есть вот тут преимущество именно колоссальная урожайность, Колоссальная урожайность, да. Великолепно. Великолепно. Скажите, а будут такие хотя бы в каком-то количестве в продаже потом? В продаже? Ну, сейчас я только их размножаю. Ага. Уже начал её размножать. Ну, на следующий год, наверное, да? По большому ещё. Или что-то... Года два, наверное, надо ещё. Два года ещё надо. Да. Ну, понятно. Да. Это действительно экономит площади, да? Когда можно в небольших площадях выращивать очень много, так сказать. Да. Ну, между ряде там у меня три метра. Так? Для этих колоссальных, потому что шире они расходятся. Ну, чтобы какая-то техника нам работала. А, вот так. И в ряду три метра. И вот эти вот горизонтальные ветви. Друг до друга почти, да? Один другой до другого. И ещё. Вот эти вот скелетные горизонтальные ветви кордона. Так. Концами между собой прививают. А. И получается на этих столбах на весь ряд однокровно. То есть монолит такой. Монолит колонны. И, во-первых, это и от ветра, так сказать, у нас. Они опираются друг на друга. То есть единый, как вот каркасный дом, грубо говоря. Да, да, да. Изумительно. Прекрасно. Вы знаете, да, Валерий Николаевич, я думаю, мы с вами ещё не раз встретимся и что-нибудь интересное нашим зрителям, да, наверное, покажем. И людям хорошо будет, и, так сказать, дело ваше будет. И, может быть, кто знает, что-то родится. Какие-нибудь, да, там, идеи. И у наших зрителей, может быть, что-то там интересное. И дай Бог, может... Очень бы хотелось. Очень. И мне. Я вот сам эти вещи все продвигаю, так сказать. И как нам надо поднимать страну. И сельское хозяйство, особенно садоводство. У нас же такие были лучшие в мире, да, наработки, селекционеры. Да, да. Это обидно, когда даже у Исаева спрашиваешь, а где вот Пасковский? Он говорит, ну, вот там, там, звонишь в один питомник. Ну, кто вроде бы сохранил? А нету. А второй нету. Так сказать, и найти трудно. Но это просто ужасно. Это надо сохранять. Обязательно. И улучшать. И чтобы люди молодые нашлись, кто этого эстафету взял, так сказать, дальше во благо себе. И ведь себе главное тоже, ведь правда. Это же этим заниматься, это благодатное дело. Оно прибыльное дело? Не просто душевное? Прибыльное. Прибыльное. Если получать такие урожаи... Так это даже дураку понятно. Ну как? И еще использовать эти методы обработки против вредителей и болезней, где в 50-100 раз меньше яда. Так вообще вопросов нет. Ну, о чем тут можно сказать? Да. Эти-то едят его. Можно экспортировать. Совершенно так. Россия может экспортировать. Миллионами тонн по масштабу. Миллионами тонн. Да. Ну, благодарю вас, Ваше Николай. Благодарю вас и наши зрители, я думаю, ну, вам будет колоссальную благодарность, так сказать, напишут в форум. Ну, а мы с вами потом обязательно посмотрим. Ладно? Хорошего. Всего доброго. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok